Видно меня? Слышно? Все хорошо. Отлично. Так, смотрите, я сегодня планировал обсудить две довольно-таки несвязанные темы, причем первая из них имеет довольно слабое отношение к заявленной теме курса, но, тем не менее, было бы неправильно от вас скрыть некоторые возможности Питона, раз еще мы его освоили. Давайте я покажу, как можно использовать Питон для того, чтобы делать всякую символную математику. Часть первая. Библиотека Simpy. Я не помню, встроена она в анаконду или нет, но давайте я на всякий случай сейчас ее просто установлю, заодно и себе установлю свеженькую. Скорее всего, встроено, да. Спасибо. 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 Давайте что-нибудь импортируем из этой библиотеки. Вот так вот. В общем, если вы знакомы с чем-нибудь типа Вольфрам-математики, то вам должна быть знакома система, которая называется система компьютерной алгебры. То есть это такие штуки, которые умеют работать с алгебрическими преобразованиями, с символьными вычислениями. То есть такие штуки, в которых можно определять некоторые абстрактные переменные, типа x и y, которые не носят не смысл программистской переменной в виде такой ячейки, в которой есть какое-то значение, а которые носят смысл математической переменной. Ну и вот простейший пример я взял и раскрыл скобки в алгебрическом выражении, x плюс y в десятой степени. Ну и вот видно, как скобки раскрылись. Ну и дальше, в принципе, возможно делать более-менее любую символьную математику, какую вы хотите. Ну, например, допустим, я хочу назад. Вот у меня есть какая-нибудь вот такая штука. Я взял и хочу назад факторизовать, как это называется по-русски. Разложить на множители. Ну вот, пожалуйста, разложи. Или, скажем, давайте упростим какое-нибудь выражение. Значит, есть функция simplify. Допустим, есть у меня вот такая штука. Синус от x в квадрате плюс косинус от x в квадрате. Значит, если я просто вот так запишу, то получится, ну что должно будет получиться? Синус в квадрате x плюс косинус в квадрате x. Но я могу эту штуку упростить. Получит единица. Ну и так далее. Более-менее любая алгебра, например, вы не любите решать квадратное уравнение. Я тоже не люблю. Но если не любите, то simplify вам решит это квадратное уравнение за вас. Ну хорошо, может быть, вы не любите... Может быть, вы не любите что-нибудь делать с матрицами. Например, у вас есть какая-нибудь матрица, и вы хотите посчитать обратную. Ну вот, пожалуйста, значит, тут у меня была матрица А, и, допустим, матрица B есть обратная к матрице А. Симпай посчитал нам обратную к матрице. Заметьте, что он работает не с целыми числами, не с числами с плавающей точкой, а он работает с честными, настоящими, в данном случае, рациональными числами. Значит, здесь не минус 0,5, а минус честная 1,2. Но, собственно говоря, можно использовать rational и определять всякие... Например, 2 трети плюс 1 треть — это в точности единицы. Честная настоящая единица. Сделайте какой-нибудь заказ. Что вы хотите от системы компьютерной алгебры? Есть что-нибудь для тех, кто не любит разложение в ряд Т-Лора? Разложение в ряд Т-Лора, пожалуйста. Значит, я беру, допустим, синус х и раскладываю в ряд Т-Лора. Значит, можно сказать, что я раскладываю синус х в ряд Т-Лора до 20-го слагаемого. Ну и давайте, чтобы было повеселее, не синус х, а чего-нибудь посерьезнее скажем. Синус от косинуса, от экспонента, от х. Ну и давайте, от х в квадрат плюс х в кубе. А, я забыл экспонент импортировать. Может, я погорячился насчет 20-го слагаемого все-таки? Ну, ничего, сейчас, я думаю, посчитает. Ладно, давайте до 10-го. Что, до 10-го будет долго думать? Ну вот, а я в тебя так верил. Ну, давай хоть до 5-го. Ну вот, до 5-го. Ой. А, ну правильно, потому что экспонента... Давайте из этого экспонента единичку вычту, чтобы посимпатичнее было. Во. Из косинуса сейчас тоже единичку вычту, и тогда будет совсем симпатично. Как загрузить библиотеку? Смотрите, значит, она у вас, скорее всего, уже установлена. Если у вас стоит стандартная анаконда, скорее всего, там симпай уже есть. Ну, просто попробуйте сделать вот такую команду, или там просто импорт симпай, например, чтобы убедиться в том, что она действительно работает. Если вот такая команда импорт симпай проходит, то все хорошо. Если нет, то можно выполнить вот эти строчки, и тогда тоже все будет хорошо. А вот объекты, которые мы получаем при экспонде, это тоже символьное выражение, которое тоже можно упрощать и все делать? Да, конечно. Да. Ну, собственно говоря, все, как бы, весь этот симпай, он работает вот с такими специальными объектами. Ой, как интересно. Я разложил эту штуку в ряд до пятого слагаемого, он мне говорит, что это просто обольшой от x5. Но это, видимо, правда. Потому что я там степень какую-то сильно большую поставил. Ну ладно, сейчас. Ну вот, пожалуйста, разложил до десятого слагаемого, вот начиная с четвертой степени. Умеет в производной? Да, конечно. Раз она в ряд Телор умеет, то и в производной умеет. Давайте, асинус, косинус, x квадрат плюс один, продифференцировать по x четыре раза. Вот четвертая производная вот этой функции посчитана. А интегралы? С интегралами, диффорами тут уже становится сложно, потому что не всякие. В принципе, ну, как бы, ну, такое она умеет. Ну, там я не знаю, чтобы ей такого подсунуть. Я думаю, что вот такое она тоже проинтегрирует. А можно двойной интеграл? Значит, экспоненты от минус x квадрат, ну, как, она, конечно, скажет, что это спецфункция. Вот, значит, есть такая функция ERF, которая по определению равняется с точностью до умножения на константу вот этому интегралу. Конечно, такое она умеет сделать. Значит, что касается двойных интегралов, вы всегда можете двойной интеграл свести к повторному. То есть, в принципе, ничего не мешает. Ну, вот, скажем, допустим, у меня есть функция двух переменных x плюс y. Допустим, я хочу посчитать интеграл от этой штуки по, скажем, квадратику от нуля до единицы. Ну, что это означает? Это означает, что я могу посчитать этот интеграл сначала по x проинтегрировать от нуля до единицы. Получается вот такая штука, получается некая функция от y. А потом я могу, в принципе, вот эту штуку проинтегрировать по y тоже от нуля до единицы. Вот. Ну, вот такой умеет. Ну, понятно, что можно, как в том анекдоте про японскую бензопилу, всегда можно подсунуть что-нибудь такое, что эта штука не проинтегрирует. Ну, сейчас, давайте попробуем что-нибудь такое, что я проинтегрирую, а эта штука, а эта штука, может быть, и нет. Давайте какую-нибудь простую замену ей подсунем, интересно, сможет она или нет. Вот такую штуку. На, справилась, зараза. Какого ей подсунуть? И там и сделает, и там и сделает. Прошусь просто по частям. Тоже поинтегрировать. Ну, короче, умеет она как-то интегрировать. Нет, ну, сейчас, и не делить на синус x, а, кстати, да, пожалуйста. Ну, то есть, что-то умеет интегрировать. Дифференциальное уравнение решается тоже, какие-то умеет, какие-то нет. Ну, понятно, что много какие функции не интегрируются, много какие дифференциальные уравнения не решаются. Ну, в принципе, есть десолв, только как этим десолвом пользоваться, чтобы я помню. Нужно пример посмотреть. Да. Так, значит, нужно создать функцию, а потом... Давайте попробуем. Значит, я создаю функцию f, и дальше я делаю значит, мне нужно решить уравнение. ну, давайте что-нибудь такое, чтобы я мог решить. Значит, производная f по x ну, хорошо, минус f по f по x так, что мне нравится. Я помню, здесь нужно описать, что это отковарная функция. Видимо, вот так нужно сделать. Так тоже не работает. Дериватив f полон x. Я помню. Окей. Ура. Уравнение f' равняется f. Эта штука решила. Но можно что-нибудь более веселое сделать. Допустим, вот так вот. Ну хорошо, тоже решила. Ну, то есть, да. Дифферены тоже какие-то умеют решать. Система уравнений. Значит, можно просто списочек их передать. Значит, допустим, у меня есть функция f и g. И, допустим, я могу сделать здесь. Нет. Что не хочет? Вот implemented error. Ты пофакуешу. Упрашивайся попроще. А, сейчас тут было непонятно такой y. А если вот такую штуку задать? Ну вот, пожалуйста. Решили систему из двух уравнений. Она говорит, что f от x равняется c1 на e в степени x, а g от x равняется c2 на e в степени x. Что, в общем-то, правда. Ну и в других контекстах тоже. То есть, например, если у меня есть линейная система, я ее могу записать в каком-то таком виде. Допустим, скажем, x минус 3y плюс 2. Например, просто у меня есть такая линейная система, записанная в таком вот виде. В виде двух уравнений. Ну вот, пожалуйста, решил. Так, чего еще сделать? Да, еще есть приятного. Смотрите. Допустим, получили вы вот такую вот матрицу. Теперь я могу сделать вот так. Теперь можно просто это скп пастить, и будет у вас матрица в техе. Так. Что-нибудь еще хотите от символьной математики? Все, запросы закончились. Что-то я чувствую, у вас маловато математических задач встречается, если у вас так быстро запросы закончились. А почему все так красиво печатается? Так кто его знает? Смотрите, если у вас не печатается так красиво, то нужно сделать такую штуку. Нужно где-то загуглить, как сделать так, чтобы оно печаталось красиво. Я не знаю, почему у меня это сейчас включено автоматически. Может быть, это то ли в новой версии симпай такое, то ли в новой версии юпитера, то ли у меня что-то настроено. Значит, но можно сделать симпай. Значит, что у нас называется? MaskJax.jupiter. Нужно какую-то магическую команду включить, которую я всегда забываю, всегда гуглю. Смотрите. Смотрите. Ну, видимо, вот такая команда. Попробуйте. Ну, пошел. Попробуйте. Он умеет минимизировать функции и находить какие-то локальные или глобальные минимумы и максимумы? Минимизировать функции. Смотрите. Встроенной такой функции в SimPy, по-моему, нет. Хотя я могу ошибаться, но давайте на всякий случай сейчас просто это загуглю. Значит. FunctionOptimizeSimPy. Есть ничего? Нет, видимо, такого нет, но поскольку он умеет искать производные и решать уравнения, то в простых случаях, если у вас если, в принципе, задача решается такими элементарными методами, то, скорее всего, вы сможете написать какой-то код, который вам это поможет сделать. Ну, то есть, я не знаю, если у меня есть функция x3-3x, то я могу, в принципе, ее... как минимум, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Вот, как минимум, я могу найти нули производных и дальше эти нули производные исследовать. Вторые производные посчитать или еще что-нибудь. область определения. Теоретически вы можете знак определенности квадратичных форм. Но, как оказалось бы, знак определенности квадратичных форм несложно сделать, потому что можно просто критерий Сильвестра запрограммировать. Если он здесь уже готовый... Сейчас посмотрим. Сильвестра, как он пишется там. Сильвестра с критерем. Нет, видимо, нету, но несложно запрограммировать, поскольку он умеет считать определительный матриц, то несложно. Несложно запрограммировать просто критерий Сильвестра. Область определения задачи для решения чего-нибудь. И это более тонкий вопрос. Теоретически можно, наверное, комбинировать уравнение неравенства. То есть, допустим, я хочу сделать что-нибудь такое. Можно такое делать? Ну да, пожалуйста. Если повезет, то он такое решит. Ну, понятно, что всегда это не как бы... В простых случаях он такое делает. В сложных случаях легко может не справиться. Но, в принципе, с неравенствами как-то он умеет что-то делать. Допустим, если я вот такое расскажу, что он будет. Ну, вот, пожалуйста. Он сказал, что решениями являются множество, для которых выполняются вот эти два неравенства. Это, конечно, я и так знал. Но мне все равно приятно. Вот. В целом, мой опыт работы со всякими системами компьютерной алгебры говорит мне, что система компьютерной алгебры это хорошо, но, как правило, недостаточно. У меня типичная ситуация, что я не могу решить какую-то задачку ручками, я загружаю ее в систему компьютерной алгебры, она мне выдает ответ, и дальше я тут посмотрю на этот ответ и не понимаю, что с ним делать, потому что он оказывается настолько сложным, что просто непонятно, как его проинтерпретировать. Ну, там, допустим, вот у вас есть кубическое уравнение, любое кубическое уравнение в принципе решается. Ну, вот. Мне попалось кубическое уравнение, которое имеет хорошую. хорошее ответ. Он сделал что-то с плохим ответом. Не, на хорошее кубическое, видимо, слишком хорошие ответы имеют. Может, конечно, или у меня... Вот. Вот, допустим, решаете вы какое-нибудь уравнение, которое вы не можете решить ручками. Сканливаете его в систему компьютерной алгебры, она выдает вам вот такой ответ. Ну, и дальше, в общем, польза от такого ответа, как правило, невысока. Иногда, ну, чаще всего я использую систему компьютерной алгебры, когда мне нужно сделать какое-то вычисление, какую-то выкладку алгебраическую, я ее делал, а потом хочу убедиться в том, что я действительно правильно ее сделал. Иногда я их использую, когда мне нужно понять, заранее проверить какую-то гипотезу, а дальше пытаться ее доказать. Вот. но, тем не менее, инструмент полезный, полезно знать о его существовании. Да, еще, например, можно сделать какую-нибудь такую штуку. Значит, вот если вы хотите вычислить, значит, по умолчанию, симпай работает с символьными штуками, но если вы хотите вычислить значение какой-то символьной штуки в виде, допустим, бесчестного числа, то можно использовать функцию эволф, и вот так, например, можно вычислить пи до сотого знака, можно вычислить пи до тысячного знака. Может, это я погорячился до миллионного знака? Сейчас посмотрим. Ладно, будем считать, что погорячился. Но до сотовичного вот, пожалуйста, посчитали. Если вам вдруг зачем-то понадобилось число пи до сотовичного знака после запятой, оно у меня есть. Вот. Так, ну что, давайте еще какая-нибудь к моему задачу хотели подсунуть с симпайом. Все, закончили задачки? Ну, давайте собственные числа, собственные векторы. А, ой, да, это легко. ну, причем не просто так можно сделать, а можно, например, вот так сделать. А, это зависимость собственных векторов от параметра, от параметра x. не очень интересна, а вот так. Можно еще какой-нибудь параметры добавить. но, в общем, выглядит страшненько. На, пожалуйста, вот вам собственные собственные векторы. Спасибо. в общем, все, что довольно легко алгоритмизуется. Сумма, а, да, пожалуйста, сумма, значит, k на a в степени k, значит, вот таким вот значком o, обозначается бесконечность. k я не создал, давайте я создам k. Это пока мало толку, а теперь нужно сделать вот так. Ну, пожалуйста. k на a в степени k умеет считать сумму. Ну, опять же, далеко не всякую сумму можно посчитать явно. Мы тут а зафиксировали. Давайте к параметру. Давайте а параметром сделаем. А сделаем параметры. Давайте а сделаем параметры. Пожалуйста. Ну, прям, скажем, такую сумму надо и ручками уметь считать. Это не ахтикакая задачка. Да мы умеем все. Это просто так Данил спросил. Вот. Но, но, да. Ну, то есть, я говорю, в какой-то мере проблема состоит в том, что чаще всего то, что умеет делать kass, умеет, как бы, нужно уметь считать руками. Но нетривиальные вещи система компьютерной алгебры может не уметь. Но как бы это хорошая штука, чтобы себя, например, перепроверять, что не сделано никакой арифметической ошибки. Вот. Может быть, что-то другое можно просуммировать более сложнее. Я не знаю. Интересно, гармонический ряд он просуммировать? Нет, гармонический ряд нельзя просуммировать, а можно просуммировать вот такую. штуку. Сейчас. А, нет. Такую штуку не получится, это предел нужно считать. Обратные квадраты. Не знаю, может посчитают. Ну да, пожалуйста. Ну, и опять же, для системы компьютерной алгебры это простая штука, потому что у нее записана какая-нибудь большая табличка всех этих типичных типичных сумм. И записана информация о том, что получается. В некотором смысле для нее это простая задача. Вот. Ну, хорошо. В общем, общая мысль такая. если у вас есть какая-нибудь задача, которая требует какой-то алгебры, то, в общем, может быть, можно не покупать эту самую вольфраму математику или еще что-нибудь в этом роде. Возможно, что симпай справится. Он все-таки чуть-чуть менее мощный, наверное, чем коммерческие системы, но для моих задач хватает. Вот. Окей. Давайте поедем дальше. Давайте поговорим немножко про другую связанную вещь. Это всякие разные рисования картинок и всякие визуализации. Мы частично с этим уже сталкивались, но давайте я покажу еще несколько полезных библиотечек и несколько полезных способов рисовать какие-то штуки. Давайте, может быть, я начну. Вот с какой вещью. Мы обсуждали, что бывает Matplotlib и можно рисовать в нем картинки, но до сих пор у нас эти картинки были такими. Ну вот. Я делал такую вещь Matplotlib.online А дальше, допустим, plt а дальше был что-нибудь в таком роде. Ну давайте я сразу импортирую NumPy, потому что он мне понадобится. в таком стиле. Ну вот, такая параболка получается. Всем эта картинка хороша, минус только тем, что она просто такая статическая картинка. А я хочу, ну то есть я не могу, если меня заинтересовало вот этот вот кусочек, я не могу его просто взять и увеличить. мне здесь нужно как-то код править. Но в питоне есть недавно вроде появилась. Я, честно говоря, ее раньше не пользовался. Но давайте сейчас попробуем воспользоваться некоторой штукой, с помощью которой можно сделать эти картинки автоматически интерактивными. Давайте я попробую установить эту штуку к себе. Значит, pip install ipml. В общем, я не знаю, заработает или нет. Так, значит, мне нужно... Я опять использую магическую штуку, которая позволяет устанавливать все что угодно с помощью pip. Сейчас возможно, что мне придется перезапустить юпитер, потому что она, возможно, просто так и не заработает из перезагрузки юпитера. Так, что, как он называется, пожалуйста? Покажи еще раз, как он называется, пожалуйста. IPML. Спасибо. Так, ну да, пока что вроде бы никакого эффекта я не вижу. Давайте я перезапущу просто юпитер. И вам даже придется это сделать. Значит, я закрываю предыдущий юпитер и запускаю и запускаю и запускаю его заново. так, так, Забыл сохраниться, поэтому у меня исчезла эта строчка. Ну ладно, я сейчас ее еще постановлю. Сис. И МПЛ. О, работает. А что вы сделали? Значит, я просто перезапустил Юпитер. Ну, то есть вам, скорее всего, нужно закрыть там черненькое окошко, которое появляется, когда Юпитер запускается, или закрыть соответствующее окошко в консоли и запустить его заново. После этого нужно вот в этом куске кода вместо MatplotLipOnline, как вам писали раньше, написать MatplotLipWidget. Ну, немного сказать, чтобы она работала сильно шустро, но как-то работает. Ну, и тут же можно сохранить текущую картинку. Давайте что-нибудь повеселее здесь нарисуем. Не x в квадрате, а нарисуем синус единицы деленное на x. Так, точно, нужно побольше поставить. Еще больше. Ну вот, можно попробовать помасштабировать ее. Ну, да, в принципе, работает, но не могу сказать, чтобы мне сильно нравилось, как она сейчас работает. Ну, может, потом допилят. Вот, есть другие библиотеки для того, чтобы делать интерактивные картинки. Вот. Сейчас про некоторых предних скажу. Преимущество этой штуки в том, что она просто работает с MatplotLip вообще безо всех предмений. Ну, ладно. Давайте попробуем что-нибудь другое использовать. Так, про какую библиотечку вам рассказать? Ну, давайте я расскажу про PlotLip. Тоже надо будет установить. Сейчас поставлю последнюю версию. Спасибо. Ну ладно, пока он сносит, я посмотрю, как сейчас активируется соответствующий виджет. Ну ладно, пока он сносит. Слишком недолго он это делает. У вас установилось в локре? Да. Да. Хорошо. Так, ага. Не установилось, потому что еще устанавливается или потому что какие-то проблемы возникли? Ну хорошо, у меня тоже пока в процессе. Давайте подождем немножко. Спасибо. 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 Вы должны помочь. Спасибо. Продолжение следует... 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 У меня, видимо, устаревший вот этот NB-формат, и он что-то не хочет делать. Это я вижу. По идее, вот так все тоже должно сработать. Может быть, даже и сработает. Ну, может быть, нет. NB-формат 4.2. Набирается NB-формат установлен. Набирается NB-формат. Набирается NB-формат. что он должен возвращать картинка должен рисовать сейчас либо нарисует либо ему нужно еще что-то сказать сначала он хотя бы заработать должен пока что он когда я сцикрировал как это меня все самолы а а а а а а Вот, работает, смотрите-ка. Да, работает гораздо лучше, чем этот самый предыдущий виджет. Значит, ну, это как бы простой пример. Я с помощью вот этого скаттера создал некоторый скаттер плот. Но это, на самом деле, не скаттер плот, потому что он, в данном случае, точки соединяет линии. Вот. Но такой способ нарисовать график функции. Но давайте что-нибудь более веселое сделаем. Опять же, можно ему что-нибудь повеселее задать здесь. С чем может быть связано, что он вот на ту команду, которая у вас, не рисует график, он возвращает массив точек. Вот, как Егор в части написал, он рисует график, а просто на GoFigure он не рисует. А мне, по-моему, сейчас ровно так же, как… А, сейчас… Видите, он… Значит, там теоретически используется вот этот самый фиговый виджет сейчас для рисования этих картинок. И для меня некоторая загадка, как бы в какую ситуацию он его включает по умолчанию автоматически, а в какой – нет. Возможно, что это связано просто с версией Юпитера. Может быть, у вас не самый новый Юпитер. Возможно, что они просто в какой-то версии это включили, чтобы он без дополнительных действий просто использовал именно этот виджет. Да. Понял. Спасибо. Угу. Вот. Как, у всех такая картинка работает? Угу. 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 А можно вопрос? Мы, кажется, синтекс издания немножко изменили. У нас был раньше x, двоеточие x, а сейчас равенство. Просто, значит, эта штука скаттер, она может... Она на вход получает некоторую информацию о том, как рисовать соответствующую картинку, и она ее может получать в разных видах. Можно передавать значения x и y вот так вот просто через именованные параметры. А можно передать словарь... По-моему, можно. Давайте попробуем. Ну да, то же самое. А можно передать словарь, в котором будут, соответственно, опять же, записи с названием x, y и так далее. Еще можно какие-то. Допустим, я могу вместо того, чтобы... Ну вот, допустим, у меня какая-нибудь такая штука. Это я график функций рисовал, а я могу нарисовать какую-нибудь, допустим, есть какой-то набор данных. Я хочу его тоже сюда прорисовать, скажем. Валя нарисовал две картинки как бы на одном. На одних осях. И дальше я теоретически могу по-всякому модифицировать этот самый скаттер. Там есть разные параметры. Например, я могу сказать, что у меня mode будет markers. Это означает, что он не будет рисовать линию. Он рисует отдельные точечки. И видно, что в отличие от предыдущих графиков, эти графики такие интерактивненькие. Здесь можно ткнуть в конкретную точку, посмотреть, какие у нее значения. Можно опять же всякое масштабирование делать, но на самом деле там больше возможностей. Давайте я что-нибудь более зрелищное покажу. Давайте я покажу какую-нибудь трехмерную картинку. Я смотрю, сейчас будет некоторая магия. Я смотрю, сейчас будет некоторая магия. Какое, по умолчанию, аргумент в линдспейс? В смысле, третий параметр — 50. Конечно, точек — 50. Давайте побольше сделаем. Так, собственно, так. Что бы это не то, что я хотел. Да, потому что это называется «Цефисами между Трудой». Да, потому что это называется «Цефисами между Трудой». «Поверхность». А, ну да, понятно. Потому что здесь должно быть не так. Не должно быть большой буквы. «Цефисами между Трудой». Во. Видно? Илья, а что делает функция «MeshGrid» с «X»? Так, сейчас я про эту магию расскажу. Вообще, как это работает. Сначала хочу, чтобы оно у всех заработало. Заработало? У меня заработало, нарисуй другое. Прямо другое? Что у вас рисует? У меня как будто не круги, а та же самая картинка, только в разрезе. Так. Может я покрутить? Можете свой экран расшарить? Да, сейчас. ColorMap можно другой сделать? В смысле, чтобы цвета были другие? Да. Да. Можно. Где-то здесь это настраивается. Видимо, это настраивается где-то в Surface. C-Max. Custom for Info. ColorBall. ColorBall. Ну да, можно с помощью вот этих ColorScale. Давайте я посмотрю, как просто выбрать его. Вот. Компинг, ColorMap. Следующий. Третий. Компинг. Третий. Третий. Так, где здесь задавится ColorMan? А, вот они, ColorScale, да. И здесь, какие-то пары установлены. И здесь, какие-то пары установлены. И здесь, какие-то пары установлены. ColorSequential. Сейчас, это все PlotlyExpress. Я хочу не PlotlyExpress, пока что. Давайте попробуем просто задать ColorScale. Допустим, Rainbow. Допустим, Rainbow. Ну вот. Rainbow не рекомендуют использовать в качестве ColorScale? Ну, пожалуйста. Сейсминка нету? Ну ладно. Короче, да, можно. Так, давайте... Чуть-чуть покажу особенькое. Да. Я, особенно говоря, обещал рассказать, как этот межгрид работает. Смотрите. Я в том, что... Ну, как работает обычно рисование графиков? Вот у нас есть, допустим, x от минус трех до трех. А дальше я говорю, что я хочу... Ну, допустим, чтобы было попонятнее. Вот у меня есть вот такие иксы. А дальше я говорю, что я хочу для каждого икса построить значение какой-нибудь функции. Допустим, синуса. И с помощью numpy это происходит автоматически. Теперь, если я хочу построить график функций двух перемен, то, значит, у меня возникает следующая проблема. Мне нужно по некоторой сетке построить как бы для каждой пары иксов и игреков построить соответствующее значение для z. Найти значение для z и поставить соответствующую точку. То есть это означает, что мне нужно перебрать всевозможные пары иксов и игреков. И для этого можно использовать этот самый межгрид. Давайте я покажу, как он работает. Допустим, у меня есть иксы вот такие и, допустим, у меня есть игреки вот такие. И теперь я делаю межгрид x и y. Получается вот такая штука. Давайте я сразу вот так сделаю. Значит, что такое вот это x большое? Это такая штука, которая устроена как x, но это двумерная матрица, в которой вот эту иксовую строчку записали столько раз, сколько у меня есть значений вот в этом игреке. Давайте я для того, чтобы совсем было видно, давайте я сделаю еще разное количество значений в x и в игреке. допустим, здесь 5 сделаю, а тут сделаю 7. Значит, видно, что у меня вот этот x большое, первый результат межгрид, вернул мне 5 копий вот этого икса. а y наоборот, он записал y по столбцам и вернул, соответственно, 5, не 5 уже, а 7 столбцов. Нет, не 7. 7. 7 столбцов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Катая совпадает с игреками. Почему это нужно сделать, почему это работает? Допустим, я теперь делаю какую-нибудь, хочу построить графику какую-нибудь функцию, например, x плюс y. Это означает, что мне для каждой пары x и y нужно найти значение x плюс y. Если иксы и икрики расположены вот таким образом, записаны вот так в виде матрицы, то когда я просто эти две матрицы, как в NumPy принято, по элементам сложу, у меня в каждой ячейке будет сумма соответствующего икса с соответствующим игреком. Поскольку у меня и иксы меняются по строчкам, и иксы меняются по столбцам, то это ровно то, что мы хотим. Поэтому, когда я вот здесь пишу синус от x квадрат плюс y квадрат, на самом деле у меня x квадрат и y квадрат — это какие-то матрицы, но благодаря тому, что это правильным образом сделаны матрицы, и они потом правильным образом интерпретируются этой функцией, я как раз и получаю автоматические вычисления у всех этих значений в нужных точках, получаю ровно те значения, которые мне нужны, чтобы график нарисовать. Вот такая вот штука. По-первых, когда я первый раз это увидел, я долго не мог понять, как вообще все это работает, но однако же работает. Вот. Хорошо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы про эту штуку? Значит, ну давайте еще одну картинку покажу. Например, можно, если говорить про трехмерные картинки. Честно говоря, сразу скажу, что такие трехмерные картинки выглядят очень круто, но на практике довольно редко, когда их приходится использовать, потому что, ну как бы, что вы можете сделать с двумерной картинкой? Двумерную картинку вы можете вставить в статью. Что вы можете сделать с трехмерной картинкой, не очень понятно. Теоретически можно вставить в supplementary material, но, в общем, работать с трехмерными картинками не так просто. Но давайте что-нибудь все-таки еще сделаем. С чем может быть связана ошибка No ArchBear Selected Points Validator? Не знаю, я так сходу не скажу. Надо будет смотреть потом на код. Пришлите мне потом код и посмотрим вместе. Ладно. Спасибо. Так, давайте я сделаю какую-нибудь такую штуку, допустим. Random. Random Если у меня хочется многомерное нормальное распределение, Какая-нибудь нетривиальная матрица к вариации. Теперь сделаем. Так, ну да, он еще точки зачем соединил. Давайте я скажу, чтобы он их не соединил. Ну вот, можно покрутить такой облако точек, посмотреть, как оно устроено с разных сторон. Вот, такое многомерное нормальное распределение получилось. Ну, важно было бы сделать что-нибудь поинтереснее. Как-то не очень понятно, что получается. На этом у меня способ генерирования точки был очень удачный. Ну, в общем, короче говоря, если хочется порисовать каких-нибудь трехмерных интерактивных штук, то Plotly дает прекрасную возможность это делать. Сейчас у меня уже нет времени, но в следующий раз расскажу чуть поподробнее именно про использование того же самого Plotly для визуализации данных и не только Plotly. Там есть еще одна библиотечка, про которую я не успел сегодня рассказать, но и даже не одна. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо. Если вопросов нет, тогда, наверное, сегодня все. Я обещал домашку про API, так и не выложил, но я, наверное, сегодня все-таки выложу. Надеюсь, пока не нет. Все тогда на сегодня. Спасибо и до свидания. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok